Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Я продолжаю знакомиться с релизной версией Old World за Грецию, за Древнюю Грецию. Древнюю Грецию я пытаюсь перевести к процветанию. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а для спонсоров серии выходят во вкладке сообщества намного-намного быстрее. Спасибо им за поддержку. Вступительное слово заканчиваю, выключаю мою мордаху и начинаю ходить. Так, у нас время развития. Время развития. Однажды на тренировочной площадке герцогиня Митродора замечает хромую дворнягу, выпрашивающую объектки. Она берет существо под свою опеку и вылечивает его. С этого момента собака никогда не покидает Митродору. Она полностью предана Митродоре, что является прямым результатом ее мастерской подготовки. Это благодаря тому, что она обучается тактике. Она становится владеет собакой. Так что мы можем ей посоветовать. Она ласково относится к собаке, учит системе вознаграждений и наказаний или бьет и мучает тварь, чтобы она была ей лояльна. Ну, животное, скажем так. Значит, это даст харизму и дисциплину. Это сделает так, что... Нет, ну это на новый юнит, наверное, не хочу. Нет, давайте... Или это сделает ее жестокой. Давайте сострадательной пускай будет. А да, сострадательность будет минус у каких персонажей? У жестких. Но, по-моему, у нас в ее поколении никого жесткого нету. По-моему, будет нормально все. Так, что тут делают наши... А, тут я продолжаю. Да, тут мне надо больше добывать камень. Вырубаем здесь. Здесь я веду дорогу. Ну и плюс я хочу железа еще побольше собрать, чтобы... Так, мне надо перебрасывать войска сюда. Там я, к сожалению, тупо уступил все Вавилону. А у нас снизу еще какие-то есть места. Надо бы туда все-таки скаута как-то еще привезти. Я думаю, что вот тут мне надо скаута сделать. Так, а кого я тут сделал? Ага. Пастбище построил. Давайте, наверное, скаута тут построю. Ну, просто надо отсюда. Тут место. А еще один скаут у меня просто очень далеко. Я не хочу на него приказы тратить. Для перевода. Так. Ведем армию. Этот будет у меня подходить потихоньку и лечиться. Еще у меня тут колясочка есть. Хотя, наверное, ее сюда поставлю. Так, временно. Так, четыре приказа. Да, и мне надо прачников апгрейдить в лучников, я думаю. На этом пока все. Так, там сейчас мы еще будем мед добывать. Театры строят. Слушайте, ну должен... Я, правда, не знаю, когда колосс начну. Но у меня ощущение, что должен смочь колосс построить. То есть, ну вот это хотелось бы при жизни, потому что, когда вы при жизни выполняете... Меня как-то спрашивали в комментариях, а что выполнение амбиции дает. Это не только приближает победу. Это дает плюс 10 легитимности. У Митрадоры появилась желанная амбиция. То есть, когда она станет правителем, у нее будет амбиция контролировать двух старших шопкиперс. Это в улучшении рынок. Мы еще эти рынки не можем, по-моему, устроить. Но это вот Элдор, это старшие... Ну вот, как здесь. Это городские улучшения. И они могут улучшаться в три раза. Это один житель, но он в три раза может улучшаться. Понимаете, да? Так, Митрадора закончила свое обучение. Кем она будет? Героем или командиром? Тут для меня важнее скорее в плане ее управления страной. Потому что я подумываю... О, сойти, Фила постарела. Ну, вообще 60 лет, может, и не успею. Я хочу ее сделать наследницей в обход принца Симона. Ну, то есть, он, смотрите, тут сколько... Правда, есть дисциплина с другой стороны. И он строитель. Хм. Может, его все-таки оставить? 40, 18... Блин, надо подумать. Ну, в любом случае, она когда-нибудь добудет королевы. Правильно? Герой. Если генерал, то может запускать... Ага, снижает... Всем соседним юнитам кулдаун. Ну, это вот я у Александра, я так и не было, как эта фигня работает, честно говоря. Так, а если командир? Атака с фланга плюс 20. На самом деле, что то, что другое, как-то мне не очень. Ну, давайте, наверное, только командира сделаем. А вот как лидер, он еще плюс 10 опыта всем юнитам, которые просто стоят. Кстати, это интересно. Вот идет... Тут, кстати, еще надо иметь в виду, что у юнитов есть определенные... ...предпочтения в атаке. То есть, кавалерия имеет... Ну, например, копейщики против кавалерии имеют бонус. Я думаю, понятно. Так, давайте подводить этого потихоньку. Наверное, даже сюда прямо поставлю. И генерала сюда надо. Вот, министра Александра. Плюс 15. У меня есть военные очки. Что тут рабочие закончили? Ага. Продолжим. Каменолом не строить. Вот тут, я думаю... Игра мне рекомендует здесь амфитеатр. Слушайте, а просто театр уже построен, да? Наверное, давайте будем подумать. Еще один рабочий есть. А здесь... Тут бы я, конечно, побольше бы делал шахт. У меня нету ни одного святилища, которое дает что-нибудь на шахты, да? Аиды. Посейдону точно не здесь. А афины за каждый соседний суд. Так, ну я бы, наверное, в Каринфе тогда... Блин, тут холмы, а вот хочется на холмах все-таки шахты строить. Я просто думаю, где мне в Каринфе поставить... Хорошо, я в Каринфе могу вот здесь поставить коттеджи и тут амфитеатр. Потому что коттеджи, по-моему, должны еще территорию присоединять. А, нет, это раньше было. Раньше их строительство присоединяло территорию. Так, у нас есть... Мед лишний. Какой-нибудь... Нет, никакая семья меда не хочет. Тогда я бы в какой-нибудь город отправил. Где у нас шестой уровень в Кротоне? Блин, плюс девять. Ну, в Кротон, наверное, надо. Вот видите, тут даже помечено, где у нас нет еще в Дионе и в Тессалониках нету гарнизона для... Для губернатора. Так, вот тут я точно дорогу проведу. Давайте в Кротон отправим мед. А, блин, сюда уже отправляется. Тогда в другой город. Тогда... Дион тоже... Нет, давай тогда в Каринф. Тут уже пятого уровня у нас. Чуть помедленнее будем наращивать. Так, у нас рабочий в Кротоне, в Кротоне и в Каринфе. А гарнизонов нету в Тессалониках и Дионе. Так, ну тут строит вон парень. Я думаю, он достроит лагерь. Надо будет сделать гарнизон. А Дион у нас тут, в Дион у нас... Вот, кстати, можно этого рабочего в Дион отправить для... Давайте, наверное, вот здесь я как раз и поставлю гарнизон. Куплю камень. Так, пять приказов. Подводим армию. Она может лучше эту апнуть и везти. Что там сейчас орда. Да, давайте лучше потрачу на апгрейд в лучника. Так. В Пелле фестиваль провели. Ну, блин, я не помню, что я тут хотел начать строить. По-моему, какого-то специалиста хотел. Так, это я святи... А, я в святилище хотел специалиста, кстати, да. Ммм. Дополнительный цивик. У меня два жителя, на самом деле. Ну, военный я точно не хочу. Игра рекомендует... Ну, вообще, один ход всего лишь. Давайте, наверное, действительно... Блин, был написан один ход. Тем не менее, давайте этого спеца. Это еще ускорим цивики. Этот тогда быстрее построится. Так, в Кротоне мы садовника сделали, чтобы быстрее... Ну, чтобы мед добывался. Нет, войска мы тут точно не будем строить. Давайте, может, действительно... Более крутого священника. Блин, семь ходов долго. Так, и в Тессалониках... Тоже... Да, но тут нужны специалисты. Давайте сюда. Уже дополнительно приказы будут. Нужны специалисты. У меня уже много жителей. Надо их использовать. Отношения со всеми культурами, кроме Ассирии, в принципе, велика. Главное, с соседями отличные. Отношения со всеми ими. Мир. Причем, все, кто рядом, именно. Меня это очень устраивает. Так, вот, это меня нашествие волнует. И волнует, что внизу. По идее, коня не должны убить сейчас. А может и убьют. Блин. Тупая как-то вы... Не, они должны. Так, матриарх. Умерла, была генералом у прачника. Новый матриарх, ну это лидер язычества. Язычество у нас тоже хорошее отношение. Блин, ваш сын становится злым. Минус один к харизме. Так, еще ваша... Генерал... Блин, что-то там поумирали. У меня генералов куча. Блин, Митродора минус один к мудрости получила. Тут вообще какой-то нехаризматичный лидер будет. К сожалению. Так, начинаем с лучника, пожалуй. Сразу вот сюда подойду, отсюда буду стрелять. Так, как не умер-то? Фак, а что там? Блин, ну минус конь что ли? Что-то не очень это прикольно. После многочисленных встреч вы обнаружили, что вас тянет к герцогу Антиоху. Ваш общий интерес к тупым шуткам и вредным шалостям оказывается головокружительным пробным камнем для радостной дружбы. Как вы будете продолжать эти отношения? Так, я наслажусь нашим временем вместе. Я доверю ему свое доверие и свяжу его со мной. А я уставлю с ним неразрывную дружбу. Это, кстати, из-за того, что королева Фила семь добродетелей. Что за семь добродетелей? А, вот она, видите, праведная, Райтюс. По-моему, да? Да. Не знаю, правда, смысл нам с ним дружить. Он какой-то такой... Ну, тем не менее. А, он, кстати, наш брат. Почему нет? Давайте дружить. Посмотрим, к чему это приведет. Так, есть святилище. Давайте глянем, что она нам тут дает. Плюс 10, благодаря тому, что... Хочу, плюс 20... Не, она плюс 20% дает соседним сетям. Видите, увеличился прирост. Не, это прикольно. Давайте я его сразу в очередь поставлю здесь. Священника. Делается так. Еще раз глянем, что там для колосса требуется. Там, по-моему, 800 железа. 400 камня. Ну, железо у нас никуда не тратится пока что. Так, нам надо какой-то четвертый театр где-то поставить. Раз, театр тут, да? Второй театр здесь. А третий где я строил? Третий тут, наверное, где-то. А, нет, нету. Так, ну... Надо подумать о тебе. Так, сначала надо войска все-таки походить. Четырнадцать приказов. Это что за юниты? Акадский лучник. Так, лучника я там подвел. Вообще, я могу сюда дойти и добить. Надо, надо, надо. Блин, прям четырьмя юнитами пришлось ходить не очень, мне кажется. Давайте так похожу. И так похожу. Так, вот теперь у нас семь приказов. Рабочие. Вот тут нужен гарнизон. В этом городе. Давайте вот здесь поставлю. Так, каменоломня. Построено. Тут построено. Так, театр. Надо в каком-то из городов театр. Но для этого нужны... Вообще-то... Эти... Коттеджи. Чтобы рядом с ними, собственно, строить. Кстати, а могу я в этом городе еще коттедж? Могу. Давайте, кстати, я вот здесь коттедж... Организую. У меня по деньгам уже плюс 300. Так что вполне спокойно могу камень покупать. Вот я с едой немножко психанул. Уже и много. Она самая дешевая, видите? Так что не стоит, мне кажется, на нее уже упор делать. Так, надо решить, где мне еще один театр. Устроить. Это зависит от уровня культуры. В Пелле и Кротоне театры точно есть. В Каркире надо посмотреть. И в Каристосе. Вот у нас два города, где я еще могу строить. Каристос у нас тут. И театр достроен. Значит, Каркира осталось. Каркира это у нас... Вот это и как раз здесь. Во! Здесь нужен театр. Давайте вот здесь причем. Так, вот есть рабочий. Его отправляем сюда. Так, теперь по городам. В Каркире мы закончили пастуха. Три жителя. Тоже надо спецов делать. А хочу ли я здесь вот... Слушайте, ну тут, по-моему, каменоломни здесь не поставятся. В тундре. По-моему, каменоломни в тундре не ставятся. Давайте я проверю. Да, видите, Лаш, Темперейт и Эрит требуются. Но не тундра. Поэтому, наверное, не хочу я сюда спеца. Давайте в Кодион. Тогда. Определим. Ну и заканчиваю ход. Норм. Тут я немножко разобрался. Не должны... А, блин, еще один подходит. Убьют все-таки коня. Да что ж такое-то? Ну, очень, очень... У меня в этой партии очень много битв. Как вы видите, даже Александр победоносным стал. И не сказать, что это как-то я что-то прям завоевал кого-то. Я не видел вообще никаких других правителей победоносных тут. Что там? Выжил конь? Нифига себе. Так, гражданство открыли. Это мы можем законы новые принять. И самое главное, божественное правление. Сейчас мы можем религию государственную. Так, игра предлагает вот это открыть. Это, кстати, для стреляющих юнитов возможность. Ну, я бы шпионов открыл все-таки. Это последнее в правлении. Блин, точно лошадь выжила. Так, тут у генерала какая? Значит, давайте лошадь в город. Прячем. Лечим ее. Так, а этот генерал? Да, вот с этого начнем. Да, блин, как... Как так происходит, что они не добиваются? Блин, этому больше наношу урона. Ну, кстати, вот меня спрашивали, а они вообще никакой ответные не дают? Вот, смотрите, например, атакуя этого, я получаю ответ небольшой. Так, что тут в событиях? Так, делегация из Ассирии предлагает... А, у принца Симона умерла жена? Давайте, кстати, что-нибудь примем. Почему нет? Мудрая, харизматичная, трусливая. Вполне нормально для жены. Безумная? Нет, спасибо. Безумной, пожалуй, не будем. Давайте примем. Плюс 40 с Ассирией улучшим немножко отношения. Так, вот предложение следующей правительницы. Блин, а тут проблема, что одна от эгидов, другая от селевкидов. Аргидов, точнее. И с теми, и с теми. Блин, а с алкоминидами почему ухудшилось? Надо, кстати, им подарочки поотправлять. У меня денег дофига. Всем. Сначала алкоминидам. Так, ладно. Тут я потеряюсь селевкидами. Ну, кстати, мудрый и харизматичный. И может быть шпионом. Кати мудрый шпион, по-моему, прикольный. А этот и харизматичный, и дисциплинированный. Ну, наверное, все-таки выберу аргида, потому что с селевкидами у нас более-менее отношения. А вот к этим надо отправить... Подарок. Этим занимается у нас канцлер. Кстати, может и торговую миссию кому-нибудь. Видите, 20 за счет того, что мы торгуем. Вот я с персами не торгую. Давайте к персам торговую миссию отправим. Так, отлично. Так, тут выбираем. Ну, видимо, божественное правление. Можно брать языческую религию как государственную религию. И негосударственная религия не распространяется, судя по всему. Вот алкомениды вот это хотят. Ну, то есть плюс 10 цивиков за каждый принятый закон. У меня на самом деле будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс 70 цивиков. Ну, у меня вроде цивиков и так норм. А во-вторых, это содержание в законах, 4 закона. Поэтому все-таки божественное правление. И я хочу религию государственную принять. 400 цивиков стоит. Так, теперь я так понимаю, что мы можем в городах, где распространена... Кротон стал святым городом, можем строить... Нет, не можем. А где мы миссионеров можем делать? Тогда или она вообще никак не распространяется, язычество? Нет, не можем. А что мы можем делать тогда? А у нас вообще только два города. Пелый и Кротон пока, да? В язычестве. Думаю, будет распространяться. Это как-то влияет на отношения с нами. Ну, вот, как обычная религия работает, я понимаю, как язычество пока не разобрался. Вы уж извините. Так, тут нам нужен театр. О, кстати, суды можем строить. Нам надо бы суды тоже начать строить. Потому что они цивики дают. Но сначала театр для выполнения амбиции. Вот оно. Надо покупать камень. Может, продадим 200 дерева пока. Так, следующий рабочий. Тут давайте подойду апну. Грамми предлагает тут суд. А что там рядом с судом? У нас какое-то светилище есть. Да, ну тут я, по-моему... Да, вот, светилище Афины. Ну, можно тут суд, а потом тогда тут светилище Афины, например. Суд важная штука. Так, два приказа. Тут театр закончен. Мне игра тут предлагает суд. Сейчас, смотрите, я подумаю. Наверное, дорогу вот этим доводить. Ну, тут как бы можно провести. Но я все-таки так хочу. По-моему... Моя... Сеть дорог... Очень качественно теперь... Должна связывать мою империю. Тут нету, потому что по... Тут один ход чисто по морю. Вообще, море самая лучшая дорога получается. Кстати, а у них возможно и не самое лучшее правильное решение было принимать религию, потому что сразу ухудшаются отношения за счет разных религий. Наверное, закончим ход. Надеюсь, королева еще долго проживет. Хочется закончить эту вот амбицию хотя бы. Ладно, колосс перенесется. Королева Паразитис ушла с трона. И новый правителька Королева Зант. К нам хорошо относятся. Блин, амбассадор умер. Она там выполняла задание. Надеюсь, нам вернулись. Я вот, кстати, не знаю, как это работает. Вот, внучка родила правнука. Так, ну, нам в любом случае надо посла назначить. Ну, кто-то так себе посол, но она у нас наследница. Вот кого-то из этих. Хотя эти тоже ничего. А, это минус 20 отношения. Нет. А этот в генералах. Так что давайте глянем просто, в какой семье вот этого будем назначать. Потому что меньше всего отношения у нас с аргидами. А так улучшится отношение. А так улучшится отношения у нас с аргидами. Так, что у нас? Вот королева Персия опять вступила на престол. С отречением от престола царицы Парисатиды, застугницы Персии. Власть в Персии перешла к царице Занд Новой. Как только шепот придворного шока стихает, посланник раскрывает главную цель своего визита. Занд пригласила вас посетить Персию с дипломатической поездкой. Так. Как вы используете эту возможность? Это вот из-за того, что королева Занд стала королевой. Пытаться подружиться с ней. На 40 улучшим отношения. Ну, мне кажется, у нас хотя 29 всего. Может все-таки получить науку. Давайте науку возьмем. Она к нам подозрительно станет относиться. Но все-таки Персия далековато. Как минимум через Вавилон. Я не думаю, что с ней возможно будет... Возможно какие-то войны. Так. Олимпиада. В этом году на Олимпиаде планируется что-то особенное. Победитель станет вашим персональным советником. Солдата получим. Пригласим атлетов из всех наций. О! Все нации плюс 40 отношений. Вот это я бы взял. Пронести речные церемонии плюс 2 к легитимности. Нет, давайте всех атлетов и плюс 40 ко всем этим, по-моему, неплохо. Так, шахты Лауриона. Рабочие около Каринфа открыли богатую вену железной руды на местной шахте, которая увеличивает производство в окрестностях. Но это увеличение требует инвестиций. Надо всегда. Так. Либо королева получает дисциплину. Нет, надо 320 на это заплатить, и тут крутая шахта появится. О! Видите? Она сразу кучу железа дает. 15. Там вот 19. Еще она соседствует со всеми. В общем, зашибись вообще. Так. Все стреляющие юниты плюс 50 будут тут получать. Все пехоты, либо верховые. Просто тупо выбрать. Ну, блин, вообще странное тут событие. Он у меня не планируется как военный город. А что это павелон тусит? Что ему тут, тусовое место, что ли? Ну, вот через 11 ходов минус 11. Так вроде у нас нормальное отношение. Ну, не знаю, давайте выберу стреляющих юнитов все-таки. И смерть посла мы уже нового выбрали. Так. Два рабочих. В пелле я бы суд построил. Не рекомендуют тут. Ну, давайте. И этот рабочий. Так, лесопилка. Ну, вообще тоже суд бы не помешало. Только не здесь. Тут у нас будут коттеджи в будущем. Сюда давайте. Ух ты. А что так дорого? Камень стоит. Ладно, пока не покупаем. Я бы, наверное, этого лучника тут держал. Или подводить. Мне кажется, мне от этой армии хватит. Да, тут, кстати, скаут появился. Блин, я и забыл, что я скаутами могу по воде плавать. Ух ты. Красители. Блин, мне тут город надо ставить. Я не вижу, где место для... Ну, явно не тут же его ставить. Явно тут где-то вот на побережье должно быть место для города. То есть в каком-то из городов я бы построил поселенца. Но не в этом. Давайте тут рабочего пока. У тебя там юниты надо строить, я так думаю. Так. Возвращаюсь прачником. На территорию. Сейчас следующим ходом посмотрим, как у нас развитие по отношению к другим государствам. Ну, так-то по очкам я на четвертом месте. И всего на пять очков отстаю от Вавилона. Но... Развитие-то... Не в этом заключается. Так, новый правитель Аргидов. И у нас с ним хорошие отношения. Открыли... Шпиона великого. Так, министра. Нам предлагают министра, но я бы, наверное... Блин, а может... Ааа, может вот я... Нет, смотрите. Тут храмы только определенных религий. То есть, не язычество. А это библиотеки откроем. Так. Шпиона назначаем. Сейчас мы сможем внедряться в государство. Открывать полностью их территорию. Ученый. Это будет три ученых давать. Плюс один приказ будет давать. Ну, правда, минус... А почему от религии минус двадцать? Что ему... Из-за чего он... А, минус две харизмы. То есть, если великим шпионом чувак без харизмы, то религиозникам это не нравится? А вот, например, если эту ставить, то будет в каждом городе наполовину увеличиваться несчастье. Из-за того, что она не храбрая. Блин, но я бы вот это все-таки поставил. Минус двадцать отношений религии. Вроде и так сто один. Нормально. Так. И сразу его отправляем внедриться в Вавилон, пожалуй. Я хочу территорию Вавилона увидеть. Так, давайте и торговую миссию я хотел к Криму, по-моему, отправить. Эй, не Криму, к Персии. Сын как отец. Трусом становится. Эх. Так, пока тут стоим. Блин, что вот это вот за... Мне очень не нравится эта армия Вавилона. Но у нас с ним перемирие. То есть он не может просто так взять его войну объявить. Не перемирие, мир. Просто мир. Так. так эту вылечим гарнизоны все еще не построены каменоломня здесь делаем каменоломню камня мало у меня все видите как требуется камень на самом деле один из важнейших ресурсов так тут я собирался суд строй давайте еще 2 посмотрим а тут я дороги провел а что этот строит гарнизон ну я бы здесь наверное построил коттедж там здесь одион чтобы соседствовала так мне тут игра предлагает лесопилку делать но все вас уже закончились приказы так что так один житель я его в суд отправлю поэтому не строим лучника предлагают ну кстати или не давайте давайте сеттлера отправлю я надеюсь что тут какое-то место для города будет все таки так я хотел посмотреть сравнение осирия намного сильнее знание компетентен не знаю персия намного сильнее компетентен намного сильнее вавилон эрудирован рим намного сильнее ученый и египет намного сильнее компетентен я не знаю вот ну намного сильнее понятно для меня потому что есть просто наравне потом сильнее и намного сильнее. То есть, как бы на два уровня сильнее, да? Около Тессалони Крейд. О, губернатор Карин Фоумер. О, какое-то событие произойдет из-за того, что мы семье дали подарок. Видите, канцлер Ланаса посетила ну, не дворец, особняк семьи алкеминидов с подарками. Несмотря на то, что они прекрасно понимают мотивацию этого поступка, они не отказываются от подарков. Могу еще больше им дать денег. Вообще будет плюс 80 отношения, либо в другой раз. Ну, вообще, я думаю, стоит повысить, потому что всего лишь плюс 12. Давайте. Нормально, у нас деньги есть. Блин, а было недавно плюс 300. Куда-то деньги стали... Ну, во-первых, мы кучу 176 платим Дане, да? Как видите. У нас содержание Тессалоник очень большое. А почему? Интересно. Ну, тут вообще нету коттеджей никаких. Тут бы их надо построить, действительно. У нас проблема, что у нас куча территорий под... Так, ну, во-первых, сюда губернатора давайте назначим. У нас только два варианта. Ну, вот этого. Культиватор, тем более, да. Минус 5, правда, к цивикам, но у нас цивиков дофига. Так. Потом у нас в Каринфе губернатора нету. Тоже надо назначить. Это все, видите, при должностях. Поэтому я вот из этих выберу. Тупая. Нет, давайте тогда пира. Пирхуса. Ну, наверное, пир. Может ускорять специалистов за деньги, между прочим. Но сейчас у нас денег нету, правда. Так, и у нас... О, и в Дионе я уже достроил. Ключ, у нас все города сейчас будут с губернатором. А, у нас не... У нас как раз... Можно... Сажать можно губернатора, но нету ни одного свободного. Вот в чем дело. О, Египет требует объявить войну Ассирии. Я откажусь. Во-первых, где Ассирия, где Египет? Фиг знает где. Какие-то мне тут ультиматумы ставят. Вообще охренели. Так, ну я думаю, надо армию строить в этих городах. Я уже очень неплохо развил тут все. Да, этим, кстати, я могу... Или я еще не открыл? Нет, не открыл. Значит, суд строим. Думал как раз тренировочное поле для лучников сделать. Так, здесь я хочу как-то коттеджи разместить. Видите, вот на этих местах я их не могу ставить. Давайте, наверное, сюда поставлю. и сюда. И вот здесь сделаю этот блин 30. Так, давайте я, наверное, продам 10 дерева. Ну, просто 30 камня требуется, видите? Для коттеджа. Блин, я бы и здесь еще коттедж построил. Нет, давай, ладно, давайте сети пора уже тут сети ставить. Так, ну я скоро накоплю железо. Так, надо добивать этого парня. Теперь кто у нас тут побыстрее получит уровень вот этого сюда? 105. Вот этого сюда. Лечимся. Ходим скаутом. Блин, почему вот здесь нету нигде места под город? Тут вот такие нормальные места, ну, в всяком случае так выглядит. а вот фрэй... О-о-о-о. Слушайте, ну мне вот сюда надо, видимо, идти. Я удивлен, что Рим это место не занял. Ну, вот сюда надо прорваться и тут еще один город поставить. Тут вот ресурсы... Ну, вот не знаю, почему, как вот до этих ресурсов, правда, добраться отсюда. Даже этот город, как бы, очень... Ну, вообще, тут такое так себе место. То есть, надо как-то разрастаться, надо будет здесь. Блин, Вавилон пошел его бомбить. Ух ты, а там в Тессалоне как-то... Все, контролирую. Вот, четыре театра. Отреклась от трона королева Рима. Что-то у них часто стали отрекаться от трона. Король Египта тоже. Умер, правда. Но он, кстати, молодой был. Мне 53, тогда нормально. Так, королева заболела. А посол... Так, блин. Какого хера? Я их только недавно ставил. 34 года. И, ну, 54, ладно. Я послал еще не недавно. А вот этот спаймастер недавно же буквально. 34 года. Каким хером он умер? Вообще охренеть. Так, посол. Ромул второй. Натронутся. Он с ним вообще офигительное отношение. Так, ну тут... Ну, давайте вот эту помоложе поставим. Шпиона. Блин, мне нравится, что пол... На все города половина несчастья будет добавляться. Кстати, вот эта интересная. Плюс один приказ. Вот ее давайте. Так, и сразу... Так, у нас вообще дополнительный мед есть. Опять внедряемся в Вавилон. Подарок. Не, у нас вроде нормальное отношение. Можно города... Нет, нельзя ему смирять города. Так, и посла. Торговую миссию в Персию. Все никак не могу. Второй раз уже... Нет, даже третий раз уже, по-моему, отправляю в Персию торговую миссию. Так. Нам надо... Сюда подводить... Блин, я... Уже сделал поселенца, а там Вавилон... Знаете что, давайте-ка я сюда... Подойду, мне надо посмотреть, что тут происходит вообще. Могу ли я захватить... Ну, мне кажется, все-таки компьютер читерит. У него какое-то нереальное количество приказов. Честно говоря. А что это вот это у него... Кулдаун. То есть он так перебрасывает свои войска лихо. В больших количествах. Может, он не захватит все-таки. Ну, давайте я... Как минимум, вот этих ребят переброшу. Сюда. Так. Теперь... Вот этих надо ввести. Давайте так и апгрейд. И этим просто сюда подходим. Интересно, они прямо на город побегут или будут рабочего мне убивать? Вот так, королевый дипломат. Видите, ну... Он стал королем. И он присылает нам подарки. Типа, в ответ надо что-то сделать. Разобраться с этим... С этим... Короче, нам не прислали подарки. Почему? Всем соединенным посланным, кроме нас. Ну, разобраться с этим... Недопониманием. Благодаря тому, что мы дипломатия, все равно плюс 40. Видите, в отношениях. Так, образование наследника. А это что за наследник? Это... Ребенок внучки? Нет. Нет, это... Это внук. Один из внуков. То есть, это брат этой. И он у нас трусливый, кстати. Ну, тогда давайте... В риту... Нет, давайте, наверное, в философию его отправим. Так, смерть посла. Да, смерть... Просто умер в офисе. Непонятно с чего. 34 года. На рабочем месте умер. Потому что я все-таки траваной. Да он, по-моему, один или два хода всего лишь был. Так. Выбрать амбицию я бы, наверное, сейчас уже не выбирал. Потому что она скоро умрет. Зачем мне наследственная амбиция? Так, губернатор Кротона. Можно улучшить. Она у нас... Судья. Плюс две харизмы и дисциплины. О, тут есть возможность... Плюс сто процентов от сетей и лагерей. А тут есть вообще? Есть лагерь, да. Наверное, давайте эту способность и дадим ей. Один житель... Есть. Суд, наверное. Разместим. В Каркире. Вот почему эти ребята бегут ко мне, а не к Вавилону. Вот просто интересно. Так. В Аргасе. Это я поселенца сделал. Ну, давайте этих. На камень. В Каринфе. Так. Нам надо еще куда-то мед, кстати, отправить. Видите, здесь уже есть мед. В Дионе плюс 13. Ну, там просто нету губера. Когда будет губер, меньше станет. Наверное, в Тесалонике может. Не, в Каркиру. Тут уже шестой уровень накопился. Ну, почему? А, два приказа требуется. Нету приказа. Ух ты, а куда у меня военные очки уходят? А у меня куча... Минус 88 от королевы? Минус 6 вообще. Ну, а она скоро умрет. Думаю, эта проблема решится. Ладно. В Каринфе. На шахту. В Каркире. Три... Три жителя. За каждого специально. Ну, давайте, наверное, сюда тогда. Хотя игра мне советует... Защиту построить. Я буду специалиста делать. Ну, ход заканчивается. Я думаю, что я и серию эту закончу. Долго ходы. Это, по-моему, получается 8 серия. И я только 98 ходов сделал, конечно. Но, с другой стороны, я уже почти половину амбиций выполнил. И дальше, возможно, попроще пойдет. Так, нападают на город все-таки, я так понимаю. А, разрушили какую-то... Да, что-то порушили. Ну, сейчас мы их обстреливать будем. Около Каркиры рейд. Королева страдает от диареи и блюет. О, и... А, подождите, смотрите. Умерший шпион считается... Блин, так, то есть я зря запускал вторую... Эту... Зря отправлял опять шпионов в перси. То есть он считается, что он уже... Ну, в Вавилоне появился. Видите, открылась вся территория Вавилона. Блин, очень странно. А, смотрите, как перс... Как персия расположена. А вообще они не воюют между собой? Нет. Перемирие. И даже вроде неплохие отношения. Блин, Вавилон со всеми минус, кроме меня. Посмотрите, минус 118. Злой, расстроенный. Злой, злой. Боже. Хотя Карфаген никто не встретил. Кроме, наверное, Египта. Нет? А, может это не показывает, потому что я его не встретил, Карфаген. Возможно, кстати. Тогда ладно. Ну, ладно. Продолжение уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Комментируйте, пожалуйста, ваше впечатление от игры. Это же все важно. На самом деле, как вы это воспринимаете, как вам это все заходит. От этого и зависит, будут ли еще подобные видео и прохождения. На этом все. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры.